Семён Равин Нам сегодня, верю, что ещё послужит И Мы готовы? Просим Аллилуйя, шалом, друзья Шаббат шалом Давайте Задняя часть, шаббат шалом Те, кто впереди Шаббат шалом Все вместе Шаббат шалом Слава Богу Да Хорошо, правда? Спасибо, Аня Это всегда напоминает Знаете, такие моменты Я говорю, хорошо, один голос, да Да Есть один фильм, где, знаете, молодой раввин Так сказать, уже Принял от пожилого руководство Синагогой И вот первые шаббаты После того, как община Перешла под его Руководство А община уже такая, знаете Устоявшаяся Уже к старому раввину Все привыкли Уже всё нормально Всё в порядке И он пытается Молодой пытается Их немножко раскачать И там начинают Зажигать Там Друзья Скажите себе шаббат шалом Там человек 300 сидит Таких, знаете Непроницаемых Один голос женский Шаббат шалом Спасибо, мама Я говорю Хорошо И сестра Аня Хорошо Аминь Аллилуйя Знаете, мне интересно было услышать Что для вас этот год Вы назвали годом Лицом к лицу Годом приближения к Богу И Один из годов был Годом семьи Да, у вас назван И я сегодня Вот думаю Как раз Может быть Немножечко поговорить О семье О семье Не в первую очередь В разрезе Муж-жена А в первую очередь В разрезе Семья Как община Вот И Я не знаю Как насчёт вас Я вам расскажу Своё короткое Нет, наверное Не так сделано Я попрошу вас Можно мне вот трёх человек сюда Вот трёх добровольцев Буквально на Десять секунд Там Вот у нас есть Давайте Вот Да Хорошо Спасибо большое Да Мальчики Да Вот мальчики Сегодня мальчики Это красота Друзья Вот Когда мы говорим Община Это Семья Вот может быть Два-три слова В ваших ассоциаций В связи с этим Община Тире Семья Что это значит для вас? Взаимопомощь и любовь Любовь и важность каждого Друг для друга Для жизни Место, где тебя любят И ты любим Аминь Спасибо большое Присаживайтесь Место, где тебя любят И ты любим Место взаимопомощи Да Если вот мы так возьмем И это все важно Это все очень и очень и очень правильно И хорошо Где-то с прошлого марта месяца Мы начали выезжать нашей командой Для того, чтобы задать себе вопрос Следующего характера Где Бог видит нас как общину Через, например, три года Какими мы должны быть? К чему мы должны через три года прийти? Какова воля Бога? Вы, наверное, в курсе? Да? У вас бывают часто гости Которые учат об этом Рэба учит и говорит об этом Служители говорят о том Что у Бога вообще-то есть Его план и Его воля Спасибо Спасибо, как брата зовут? Тамерлан Спасибо, Тамерлан Итак, я думаю, что Тамерлан Вот в курсе, что у Бога есть его воля Хорошо вообще Был другой Тамерлан, да? Который тоже знал Что такое воля Вот И не воля Друзья мои Вы в курсе, что у Бога есть воля Его? Для чего? Для кого? Для нас Что значит для нас? Лично для меня Для детей Божьих Еще? Для общины Для города Но давайте попробуем себе задать вопрос Какая Божья воля Для нашей с вами общины? Ну, я задаю себе этот вопрос По отношению к общине в Кишиневе А вам надо задавать вопрос Этот по отношению к общине В стольном городе Одессе Правильно? Или нет? Да, да, да Да, 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 да Да Как вы думаете Есть ли у Бога Перед нашими очами Где-то впереди Для наших очей Та картина Которую он видит идеальной На 3, на 5, на 10 лет Или Богу в принципе Все равно Где мы будем через 10 лет Или нет? Нет Хорошо То есть Большинство Какая-то активная часть Братьев и сестер Говорит, что Богу Не все равно Остальная часть Как-то задумалась Вот Все равно может Богу А может быть и нет И мы вот в результате наших выездов Мы много Ну мы выезжали не раз Вот за это время Это скоро год будет И мы все время Там Выезжаем Проговариваем Молимся Размышляем Формулируем Находим те вещи Которые касаются Нашего сердца Что Дух Божий Он полагает В наши сердца И мы говорим Мы верим Что вот Это та часть картины Которую нам дает Бог Например На 3 года Ближайшие И мы уже в течение этого года Наверное Раза 4 выезжали И На разный период Молились Общались И Один из моментов Которые мы увидели Это то Что Бог видит нас Как семью И кто-то скажет Ну ничего себе Для этого надо было 4 года 4 раза выезжать Потратить столько времени Все мы в Писании Прекрасно знаем Что Бог Говоря о общине Божией Использует Много терминов Связанных с семьей Братья Сестры Отец Небесный Правда Или нет Да Это термины Относящиеся к семье Это всем понятно Всем объективно И когда мы стали говорить Вот между собой Как бы о том Что мы верим Что это очень важный Момент в нашем Понимании Воли Божией Некое смущение Нас стало посещать С другой стороны Ведь мы и до этого Говорили Что мы семья И до этого У нас были Такие же Замечательные Откровения И нам очень важно Для себя понять Все таки Что Бог хочет нам Показать сейчас Когда он говорит Что мы его семья От того Что мы понимали До того Вы знаете Мы увидели Одну интересную вещь Я не знаю Может вам будет интересно Может нет Если нет Простите Очень часто Когда мы говорим Что община Это семья Мы представляем себе Елейные Какие-то картины Мы представляем себе Что-то очень мягкое Пушистое И нежное И когда мы Становимся Частью Этой семьи Вдруг мы Обнаруживаем Что не все Оно так Как казалось В начале И мы стали Размышлять Как же нам Как Бог Хочет нам Помочь Избежать Таких Неправильных Представлений О библейской Семье Где иногда Люди пытаются Манипулировать Этим Говорить Ну какая же Мы семья Ну какая же Вы семья Ну где же Это ваша Любовь Я сам могу Сказать одно Я пришел К Богу В полноевангельском Собрании И Мне очень Нравилось То как Бог Живой Он действует Движется В 98 году Я попал На первую Такую Мессианскую Конференцию В Житомире И когда я Только-только Зашел в зал А у меня Такой настрой Был К мессианскому Движению Страшно Негативный Из-за ряда Примеров Которые я видел У себя в городе В других местах Очень странных Людей Которые себя Назвали Мессианскими Верующими Но В 90-е годы Это была Вообще Отдельная История Мессианским Называлось Все такое Странное Что Мама Не горюй Вот И все Что было Странное Все называли Очень духовным И иногда Ооо Это что-то Мессианское Зазвучала Только где-то Скрипка Причем Не важно Это еврейское Это мессианское Многие Плакали У многих Служителей На тот момент Создалась Плотная Аллергия На все Что связано Со словом Еврейское И у меня В том числе И вот я Поехать на ту конференцию Буквально Я ехал Знаете С большим Настроем Противостояния Скепсиса Я захожу В зал Играет Прославление Поют Нигуны И тогда Прославление Вело Именно Прославление МГБА Это был По-моему Второй год Существования Или Да Второй год Существования Института Я Стою Ну Человек Наверное Где-то До 150 До 200 В зале Я стою Где-то Сзади И все Что у меня В голове Вот как-то Крутится И все Что у меня Удивительно Вот моего сердца Касается И растапливает Мой Такой Негативный Настрой Вот именно Атмосфера Семьи Ощущение Что я попал Куда-то Так Домой Так Сильно Вот Наконец-то Вот я не знаю Почему Оно не возникало До этого момента Все эти три дня Я плотно с этим Боролся Я себе Говорил Что это все Душевное Это все Эмоции Вот Вот Но все Таки Бог За что Я очень Сильно Благодарю Он Ну как-то Мое упрямство И мой Настрой Он победил Растопил И для меня Когда я говорю О том Что община Это семья Это не пустой Звук Я знаю Что многие Из тех Кто приходят На служение В мессианские Общины Они переживают Что-то похожее Я много Раз слышал Эти свидетельства Гостей Из других Собраний Которые попадают И говорят Я не знаю Как это объяснить Но как будто Попал домой Вот словно Душа начала Отдыхать Уходит Какое-то Напряжение И это В общем-то Хорошо Потому что Община Дом Божий Дом Отца И дом Отца Для нас Правда? Но однажды Наступает Момент Где Вот это Все Что связано С эмоциональной Стороной С первыми Переживаниями Оно Пригасает И тогда Что мне делать? Тогда Мы может быть Ищем снова Этих эмоций Может быть Что-то происходит Не так Мы думаем Надо поехать На служение На какую-то конференцию Мы Иногда пытаемся Снова Ухватить Те первичные Эмоции Хотя я думаю Что Бог Хотел бы Вести нас Несколько Дальше Просто От Младенческого Воспринятия Семьи Где за Младенцем Бегают Нянчатся Кормят Поют Вот брат Витя Знает Хорошо Не только Витя У кого Младенцы Сейчас Дети Есть Младенцы Вот Вы Хорошо Себе Представляете Да Ребенка Лафа Все Ему Вытирают Попу И потом В ее Целуют Потом Кормят Самыми Вкусностями И в общем Красота Полная И Наступает Однажды Момент Мама Говорит А вот Попробуй сам Возьми Ложку Мама Нашу Не надо Ты так Хорошо С этим Делом Справляешься Мама Ты умеешь Держать Ложку Ты даже Засуешь В рот Когда я Скручусь Нет Нужно Самому Научиться Я хочу Поделиться Некоторыми Моментами Которые Для нас Стали важными В этом Году Вы можете Принимать Не принимать Вы можете Размышлять Об этом Это дело Ваше Я задал Себе Такой Вопрос Когда Появилась Первая Семья Что Было У них Такого Важного Что Нужно Нам Знать Вы знаете Когда в Библии Появляется Что-то Впервые Ему Дается Какое-то Определение И оно Является Очень Важным Вы знаете Что Первые Слова Богу Богом Человеку Были Сказаны В Эдемском Саду Именно Касательно Семьи Да Откройте Со мной Пожалуйста Книгу Бытие Берешит Первая Глава 28 стих Благословил их Бог И сказал Им Бог Плодитесь Размножайтесь Наполняйте Землю Обладайте Ею Владычествуйте Над рыбами Морскими Над птицами Небесными Над всяким Животным Приспыкающимся По земле Я хочу Чтобы мы Сегодня Взяли Первые Два слова Плодитесь И Размножайтесь Когда-то Я считал Что эти Слова Являются Синонимами В тексте Плодитесь И Размножайтесь Для Русскоязычного Восприятия Это синонимы Плодитесь И Размножайтесь То есть Ничем Особо Друг от друга Они не Отличаются На иврите Эта заповедь Звучит Как Пру-урву Пру-урву Это одно Из таких Достаточно Известных Мест Если Первое Слово Пру Как раз Связано С принесением Физических Плодов С воспроизведением То второе Слово Является Очень Очень Интересным Первое Слово Оно Говорит О Количественном Умножении И Бог Заповедовал Первой Семье Чтобы Эта Семья Росла И Развивалась И Вы Наверное Согласитесь С тем Что Если Молодая Пара Вступила В брак Может Пара Средних Лет Неважно Но Это Закономерно И правильно Что У них Появляются Плоды Их Дети Правда Это нормально Когда Пара Живет И у них Нет Детей Мы Можем Спросить За что Мы можем Помолиться Ведь Божий План Состоит В Принесении Плодов Мы Мы Вами Семья Божья Мы С Вами Семья Божья Адам И Ева Это Определенный Прообраз Как Первая Семья Которая Нас Чему Должна Научить Мужчины женщины, они разные. У каждого из них есть свои задатки, свои сильные стороны для того, чтобы дети появлялись. Правда? Община Божья наполнена разными талантами. Община Божья наполнена разными людьми с разными особенностями ради того, чтобы плодиться. И речь идет здесь не только лишь о детях, буквальных физических детях в наших семьях. Можно спросить одну простую вещь? Поднимите, пожалуйста, руки. Сколько человек покаялись в общине и здесь присутствующих? Да? Хорошо, слава Богу. Но мне кажется, друзья, что к следующему году, если встать лицом к лицу с Богом, это количество рук должно увеличиться. Хорошо. Второй момент, который мы возьмем из того, что написано в заповеди Пру, Урву. Первое, количественное умножение. Второй момент, это слово Рву. В иврите этот корень является, от этого корня образовывается слово Тарбут или образование. Второе слово указывает на то, что родители передают своим детям некий образ. Адам, или первый человек, был сотворен по образу и подобию Бога. И задача родителей в своих детей переложить, передать образ, данный им. Эта задача касается физических родителей, передать ценности, передать культуру, передать то, чем семья богата. Из этого возникает сразу один хороший вопрос. А чем, собственно говоря, я, например, как отец богат, мы с моей супругой как родители, чем богаты, касая, ну если говорить о физической стороне вопроса, о моих детях. Что я им передаю? Какой образ я им передаю? Какой образ я в них вкладываю? И вопрос, который мы можем дальше продлить касательно общины. А какой образ, друзья, мы передаем тем людям? Какой образ мы собираемся передать тем людям, которых мы хотим привести к Богу? Что мы им передадим? В чем состоит наше сокровище? В чем состоит твое и мое богатство? Задай себе этот вопрос. И он не будет являться лишним. Знаете почему? Однажды я понял такую странную вещь. Я был уже служителем какое-то время, руководил общиной. Я никак не мог понять порою. Ну, это в начале было. Может, и общиной, может, рано было бы называть. Ну, скажем так, небольшая группа единомышленников, какие-то новые люди. И я никак не мог понять, почему меня некоторые из моих людей, из моих овечек не понимают. Когда я им говорю, ну, надо помолиться. Они такие смотрят на меня, говорят, это все хорошо. А как? Разве не знаете как? И тут я понимаю, то, что я накопил, как багаж моего опыта, как багаж моей жизни с Богом, я для себя просто перевел. Это стало моим опытом. Мне не надо задумываться, как помолиться. Я просто начинаю молиться. И тут я понял, а как я учился молиться? Я вспомнил свою первую домашнюю группу, на которую я попал. И лидер домашней группы разбирал виды молитвы. Молитва единства. Молитва веры. Я думаю, слушай, это, наверное, хорошо. Оказывается, твое и мое сокровище, оно может быть в нашем сердце, в нашем уме огромной грудой каких-то знаний. Но для того, чтобы их передать людям и сделать людей частью наследия Божьего, поделиться наследием, которое есть уже у тебя, его нужно шаг за шагом передавать, осознавать, что ты передаешь. Когда передается наследие, в документах обычно все перечисляется. Правда, друзья мои? Все, что дается в наследство, все подробно перечисляется. И вот ты вошел в твое духовное наследство, ты научился молиться, ты знаешь Бога, тебе нравится поклоняться. И мы сегодня выяснили, что оказывается неплохо бы и благовествовать, чтобы появлялись Божьи дети новые в общине. И ты уже научился благовествовать. Теперь, когда появляются те дети, духовные дети в Божьей общине, важен один простой момент. Кто им скажет, как сделать свой первый молитвенный шаг? Кто будет им разжевывать? Я не знаю, ловили себя вы на мысли это или нет, но однажды я понял, что я много чего знаю. Но так, чтобы посадить нового человека, я отказывается задумался, а с чего я ему начну вообще все объяснять? С каких вообще кашек и пюре мне его надо начинать кормить? Оказывается, наш личный опыт совершенно еще не факт, что есть у других людей. И мои знания надо передавать осознанно. Это никто по вайфаю не поймает. Понимаете, да? Никто это, флюиды моей духовности, они никак не зарядят знаниями другого человека. Мне надо над этим работать, передавать образ моим духовным детям. Вы слышите? Это задача первой семьи. Плодитесь и размножайтесь. Физически умножайтесь и качественно умножайтесь. Подумайте о простом слове. Слово образование происходит от какого корня? Образ. Слово образование происходит от слова образ, передача образа Божьего. Рэбе Шауль Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я, Мессии. В нем он подражал тому удивительному царю, учителю, наставнику, спасителю. И то, в чем он подражал Ешуа, он и других людей наставлял, передавал принятый им образ. Из этого еще можно сделать несколько, ну, как бы задать несколько вопросов. Еще один, по крайней мере. Вот такого характера. А где ты получил свой образ? И что это за образ? Что ты воспринял, как образ духовный? Какой отпечаток лежит в твоем сердце? Это хорошая возможность сегодня задуматься над этим и проверять себя. Кто оставил во мне определенный отпечаток? Вы знаете, что слово характер в греческом языке переводится с греческого языка как специальная матрица, или матрица современным языком? Специальный пресс или оттиск для чеканки монет. Характер это то, что отпечатывает, делает оттиски на кусочки металла. Наша жизнь, жизнь без Бога, потом жизнь с Богом, в разных местах, с разным религиозным опытом, отложила на нас определенный отпечаток. Наш характер, наша душа, наш образ мышления, результат давления, который происходил на нас с нашего младенчества. С того момента, как мы пришли в этот мир, что-то формировало нас, кто-то формировал нас. Когда мы приходим к Богу, я верю в то, что Бог хочет свое влияние приносить, исправить то, что мир в нас отпечатал, стереть это, выровнять, отрихтовать наши мозги и нашу душу, в конце концов, и вложить Божий отпечаток в нас. И когда мы находимся в Божьей семье, наша задача состоит в том, чтобы быть готовыми передавать образ, но знать, что ты будешь передавать, и что ты несешь в себе, и быть к этому вообще-то готовыми. Аминь. Я буду затрагивать еще некоторые семьи, ну это так скажем, наброски широкими мазками. Я хочу, чтобы мы посмотрели в еще одну семью, которая есть в Писании. Мы можем посмотреть историю семьи Якова. Один из праотцов наших, Яков. Его сыновья, кстати, сколько у него было детей? Правильно, детей было 13. А сыновей было 14. Кому-то не повезло. Хорошо. Семья Якова. Когда мы размышляли, то, чем мы с вами делюсь, это то, чем, например, я живу, то, чем мы живем сейчас. То, что для меня является важным, я могу этим делиться. То, что для меня не важно не будет, ни для кого не важно. И вот в ходе размышлений мы стали думать еще о некоторых особенностях Божьей семьи. И как пример следующий, это Яков. У него 12 сыновей, и у него есть дочь. Они все живут вместе. И мы как-то так задумывались. Интересная ситуация. Яков далеко не молодой человек. Он далеко не молодой человек. Его сыновья уже обросли сами семьями. Они зрелые люди. И знаете, что меня, простая мысль меня потрясла. Они не разлетелись в разные стороны. Отыграли свадьбу. Папа, спасибо. Физкульт, привет. Или папа говорит, ну, теперь ты уже мужчина. Возьми там, например, пару овец и иди куда-нибудь. Вот строй свой дом, строй свою жизнь. Знаете, как в современное время уже так популярно, да? Тебе 18? Звони, если что. Это похоже, так сейчас происходит в Европе, происходит в Америке. Это больше и больше происходит у нас. Или дети говорят, папа, мама, вы меня извините, но я уже все. Как говорится, а девочка созрела. Уже все? Что делать? У меня своя жизнь, у меня свои планы. Если бы не было, если бы не было целых трагедий, связанных с тем, что дети говорят, все, 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 не надо больше вот это меня учить, все, сам смогу ли сама, отвечая за себя полностью, мы бы не имели сегодня такого разговора. Однако у Якова было по-другому. Вся семья была вокруг него. И вся семья шла туда, куда шел Яков. В книге Бытие в 38 главе есть интересная заметка. Бытие 38 глава. Там произошло нечто экстраординарное. И вот это было подмечено в Писании. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. Японец, наверное, какой-то. Писание подмечает. В то время, если вы посмотрите, до этого события были ужасными. Все, что произошло, это братья продали своего родного брата Иосифа, продали в Египет. Он чуть не погиб. Его продали каравану и шмельтян. И его забрали в рабство. И после этого, ну, внутри, представляете, в семье вообще атмосферу. Отец не знает, отца обманули. И можете себе представить, какие взгляды между ними, когда написано, Яков долго горевал о нем. И они между собой смотрят друг на друга. Вы увидите, там есть несколько человек. Иуда выступил на защиту, чтобы его не убили. А один из братьев Рубен, да, он... Спасибо. Он вообще отлучился. И когда пришел, уже его продали. И он тоже горевал. Не было единства среди братьев, только по поводу судьбы Иосифа. И можете себе представить, они как возвращаются домой, показывают эти одежды отцу. Отец в горе. И вот эта печаль, она покрывает весь дом. Они видят Якова, который горюет много. И можете себе представить, какие отношения между ними. Когда отец их не видит и не слышит. Совесть, она же говорит. И как они смотрят друг на друга и говорят, это твоя была идея. Нет, это твоя. И может быть, Иуда этого не выжил, сказал, короче, я вообще не хотел в этом принимать участие. И видя этот кризис внутри семьи, он уходит. Это мое предположение. Но оно сразу идет впритык после истории с Иосифом. В то время написано, Иуда отошел от своих братьев. И вы знаете, может быть, по-человечески мы можем сказать, мы понимаем Иуду. Он устал от вот этих взглядов. Он устал от этого всего, что там происходило. И порой, когда в семье возникают трудности, люди говорят, знаете что, мне это все достало. Иуда ушел. И вы можете прочитать дальше эту историю. И вы увидите, у него появилось два сына. Один не был угоден, и Бог умертвил его. Второй не хотел делать то, что должен был делать в соответствии с велением отца. И он тоже погиб. Какие плоды с этой всей истории? Только потом Бог дает милость, и Иуда выправляет ситуацию. С Божьей милостью у него появляются двое других сыновей. Но послушайте. Так или иначе, в жизни людей происходят ошибки. В Божьей семье бывают трудные времена. В домашних группах бывают трудные времена. Бывают времена, и не важна какая причина. Люди могут смотреть друг на друга и говорить, я ни при чем, это твоя идея. Это не моя идея, мы все об этом думали. И никто не может, не набирается смелости просто признаться отцу, что произошло. И это напряжение, оно может возрастать в Божьей семье. Упреки, предположения, мысли о том, как сейчас было бы хорошо, если бы тогда мы не сделали эту глупость. Так бывает или нет? И вы знаете, что я хочу подметить из этой истории? Как бы ни было плохо, нам нужно учиться идти с отцом. Идти с тем. Я не говорю о Боге сейчас, как об отце. Я говорю о руководителе. Нам как бы уже не было тяжело и какой бы ни была ситуация, нам нужно научиться идти туда, куда идет Яков. Это то, как жизнь семьи тогда открывалась. Их сила была в том, что они шли вместе. Каждый из них мог бы сказать, слушай, у меня уже скоро свои внуки будут. Я уже умею все, я умею овец пости, я успешен, все нормально. Но пример Иуды должен нам показать, когда мы выбираем, даже под давлениями. Короче, слушай, я иду, буду делать, что считаю нужным. Тогда возникает проблема. Семья будет двигаться дальше. И вы увидите в библейской истории, семья придет к тому моменту, где наступит исцеление отношений, где семья восстановится, и придет победа и прорыв. Понимаете? Но сами мы, уходя куда-то по своим путям и мыслям, не держась Божьей семьи, мы можем просто попасть в большие проблемы. И дай Бог нам милость вернуться назад и не претерпеть того урона, который был у Иуды. Поэтому первая мысль касается умножения физического передачи образа. Вторая моя мысль касается вопроса того, чтобы мы все шли в одном направлении, туда, куда идет Яков. Я хочу взять третий пример. Слава Богу за мобильные телефоны. Такая сила. Аминь. Наверное, Бог сейчас звонит просто и говорит, да, слушай внимательно. Я хочу взять такой момент, когда семья Божья, она стала намного больше, чем у Якова. Вы помните конец истории самого Якова? Он пришел вместе с сыновьями. И это такая семья, которая, если брать прообраз, как духовную семью, как общину, это не очень большой размер. Еще можно видеть ситуацию, контролировать, управлять, несложно. Представьте себе семья, в которой уже несколько миллионов человек. И мы знаем, что Израиль, как семья, по Божьей милости, вырос так из семидесяти человек, что это стало невероятным. Невероятным. Из семидесяти человек несколько миллионов. И мы можем посмотреть, например, открыть восемнадцатую главу книги «Исход». Эта глава связана с тем, когда Моисей сел разбирать проблемы, судить народ Израиля. А вы помните, что это одна семья? Вы помните прекрасную ситуацию, когда он сидел с утра до вечера, народ перед ним стоял. Он разбирал одно дело, другое, третье, пятое, десятое. Все вареные. Это все в пустыне, жара. Когда приходит его тесть Итро, или Яфор, и он говорит, Моисей, вообще ты что делаешь? Я тебе дам совет, и будет с тобой Бог. Вы помните это очень хорошо. Совет Яфора. Кто из вас помнит? Что такое совет Яфора? Кто из вас не помнит или не знает? Вы не слышали, да? Там очень все несложно. Можем открыть исход глава восемнадцатая. И мы с девятнадцатого стиха прочитаем. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобой. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам, законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. «Послушался Моисей слов тестя своего, сделав все, что он говорил, и выбрал Моисея из всего Израиля способных людей, поставил их тысячи начальниками над народом, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками. Судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, все малые дела судили сами. Отпустил Моисея тестя своего, он пошел в землю свою». Простой совет. Раздели определенную обязанность, ответственность, свою ответственность раздели. Найди способных людей и поручи ответственность определенную. Тысячи начальники, сто начальники, пятидесяти начальники, десяти начальники. Они будут судить людей. Малые дела будут решаться на одном уровне, а те серьезные, которые они не смогут разобрать, запутанные, они дойдут до тебя. Место очень хорошо знакомое. Часто мы говорим об этом месте, когда говорим о том, что в общине Божьей должна быть структура. Да или нет? Скажите, пожалуйста, в семье существует вообще структура какая-то? Да ладно? Папа, мама. На постсоветском пространстве мама – это папа. Часто бывает. А папа – непонятно. Уже, наверное, так не бывает, уже меньше. Но все-таки по-прежнему мамы – сила, бабушки, да. Бабушки еще знают, как научить внучек, как останавливать коня, если он слишком много о себе думает. Да. Это точно. Спасибо. Сказала бабушка, да. Итак, друзья, в семье, в правильной Божьей семье, есть отец, есть мать, есть дети. Вы знаете, в Божьей семье, в нормальной семье, старшие братья или сестры, они всегда разделяют ответственность за младших. Или нет? У кого в семье, кто вырос в семье, где больше одного ребенка? Кто из вас первый ребенок в семье? Да. Я однажды получил для себя целое откровение. Знаете, почему по закону у первенца была двойная доля наследства? Это компенсация за все то, что он пережил. Я иначе понять не могу. Это точно. За все, что он пережил. Когда папа с мамой уходят на работу, то тот должен обязательно успеть все сделать, накормить и посмотреть, и так далее, и так далее. Вот. Ну, хорошо. Итак, в Божьей семье ответственности также есть, и есть структура. Но я не хочу просто говорить сейчас о вопросе структуры. Вообще, вот это разделение людей на определенные группы, нужно не просто ради того, чтобы все было проще Моисею. Это вопрос заботы о людях. Давайте посмотрим на ситуацию с такой стороны. Каждые 10 человек в Израиле знали, кто их 10 начальник и к кому первому они пойдут со своими вопросами. Представьте себе, несколько миллионов человек. И каждые 10 человек знали, кто о них позаботится. В этом есть огромный смысл. Это просто необходимо нам понять сегодня в наших общинах, что не просто у нас должны быть домашние группы или группы общения, или молитвенные группы, но должен быть тот человек, которому ты точно знаешь в случае чего. Ты звонишь, ты приходишь, ты обсуждаешь, задаешь вопросы, получаешь наставление, получаешь совет, получаешь по шее, если надо. Потому что в семье Божьей нормально получить по шее, когда надо, а то нет. Правда? Ну пока да, у меня только одно. Сегодня мне что-то на да не везет. Что-то я, наверное, не то говорю. Вспомните то, с чего мы начали. Мы все хотим понятие семьи в неких таких пастельных тонах, лубочная картинка, чтобы вот любовь, она циркулировала, и чтобы было так хорошо. Но Писание говорит, что получить обличение – это великое благословение, и это действие любви. И даже получить определенное наказание – это действие Божьей любви. Что-то там сзади у нас подвесон какой-то случился. И третья мысль. В Божьей семье должна быть четкая структура, где старшие братья помогают младшим подниматься. Это не структура ради структуры, а суть ее – забота. И в этой заботе, друзья, вы имеете право на помощь, на вдохновение, на участие в вашей жизни, на откровенные и неудобные для вас вопросы. Вы имеете право их получить. В одной из библейских семей, эта семья царя Давида, произошла ужасная ситуация. Вы помните о Весоломе? Человек, который, его сын, который по всей видимости был очень и очень дорог Давиду. Он выступал против царя, он бунтовал против своего отца, но отец горевал, когда он погиб. Но в одном из мест Писания написано, что когда Авесолом завел себе скороходов, там и все такое, он, знаете, потихоньку обживался собственным двором. Ему очень хотелось этого, таких раболепного отношения, чтобы был хор вторящих ему, бегающих у него на побегушках людей. Он, видимо, получал от этого какое-то удовольствие. Он был очень властолюбивым. Но написано, что Давид не затруднял его вопросом. Давид видел, но он не задал неудобного вопроса. Сын, а что ты делаешь вообще? Что ты тут мутишь? Объясни мне. Вот в данном случае слово мутишь – это очень хорошо. Муть – это грязь всегда. И тот поднял какую-то муть, и Давид молчал. Он видел, что тот себе ищет устройство, свой двор, своя судьба, мое дело, мое служение. Но Давид смотрел, и он не задал этого вопроса. Поэтому, когда тебе задают неудобный вопрос, не напрягайся, потому что есть возможность стать авесоломом. Благодари Бога, когда тебе задают неудобные вопросы, те вопросы, которые ты сам себе боишься задать. Потому что и в этом есть забота семьи. Когда отец сажает своего сына и говорит, послушай, почему ты поступил так? Почему ты сделал то, что ты сделал? Ты нарушил мое слово. Я уже большой. Замечательно. Но давай-ка мы разберем, что из этого произошло, к чему это привело, какие плоды и результаты. И благодарите Бога за то, что кто-то есть, и кто-то будет вам эти вопросы задавать. Я вам хочу сказать, друзья мои, если вы нацелены на то, чтобы в следующем году и больше, и больше здесь рождалось детей в Царство Божье, следующее, что от вас ожидается, что вы будете десяти начальником. Вы станете старшим братом для кого-то, старшей сестрой, которая возьмет заботу о некоторых людях и скажет, я знаю, как научить тебя молиться, я знаю, как проявлять тебе первые шаги в вере. Мы такие грамотные, знаете, когда мы друг друга назидаем, мы уже такие все устоявшиеся в вере, мы много знаем. Давайте попробуем возиться с теми, кто ничего не знает. Давайте попробуем общаться и доносить простые истины, евангельские истины тем людям, которых Бог желает привезти сюда из мира. Я не знаю, как насчет вас, а я уверен в том, что Бог желает сюда приводить людей из мира. Много. 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 Какой Бог видит вашу семью через три года, друзья? Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что ты хочешь, чтобы мы умножались физически и при этом передавали образ Твой. Образ Твой. Спасибо за то, что в нас ты заботился и в нас ты заложил много Твоего. Мы сами нуждаемся еще во многом, Отец, в переменах, и мы хотим, чтобы образ Твой в нас раскрывался, запечатлевался образ Божий, образ Божьего Сына. Но я знаю также, что без нашего служения Тебе и неспасенным людям этот образ никогда не будет полным. Я прошу Тебя, Боже, благослови нас, озаботиться тем, чтобы быть плодоносными в нашей жизни. Помоги нам озаботиться тем, чтобы осознанно передавать шаг за шагом Божий образ к тем братьям и сестрам, кто являются для нас младшими в Боге. Я прошу Тебя, во имя Ишуа, Господь, благослови сегодня нас, как Твою семью, не останавливаться в том, чтобы идти вместе, идти в одном направлении, идти туда, куда Ты ведешь нас через Твоих слуг, через Твоих духовных отцов. Отец, во имя Ишуа, я прошу Тебя, чтобы уходили иллюзии касательно того, что такое семья, и что в семье есть ответственность и подотчетность, что в семье есть структура, в семье есть движение к одной цели. В семье появляются новые братья и сестры. Во имя Ишуа, я молю Тебя, Господь, чтобы Ты рисовал перед нашим духовным взором эту картину. Во имя Ишуа, Боже, чтобы не было иллюзий, приходила ясность. Направляй нас, Бог наш, направляй нас, Господь, мы нуждаемся в этом. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты напоминал нам об этом, когда притупляется наша память, способность человеческая идти к цели, когда она прикасает. Боже, будь Ты нашим двигателем. Боже, направь нас, Ты Твоим Духом, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам не останавливаться. Боже, Ты ведешь, Ты направляешь, Ты носил Израиль на орлиных крыльях и принес его к себе. Отец, мы просим Тебя, когда мы в этом году будем стоять и учиться стоять лицом к лицу с Тобой, я прошу Тебя, помоги нам приходить к людям, которые не знают Тебя, приносить Твою славу, приносить сияние Твоей любви. Во имя Ищу, а Господь, слава Тебе. Аллилуйя. И я прошу Тебя, Царь наш, благослови нас, учиться проявлять заботу друг о друге и принимать заботу о наших душах. Пожалуйста, Боже, во имя Ищуа, открывай эту заботливую структуру, эту структуру заботы Божьей. Во имя Ищуа, спасибо Тебе, Господь, мы превозносим Тебя, Боже, мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Царь наш. Во имя Ищуа, я прошу Тебя, чтобы Ты созидал Твой народ. Я молюсь, Отец, и прошу Тебя, если сегодня в этом зале есть кто-то, Господь, кто не знает того, кто его, духовный наставник, кто его, Отец, я прошу, приведи Ты к этому порядку во имя Ищуа. Слава Тебе, Отец. Я хочу сегодня сказать несколько слов для тех, кто, возможно, сегодня первый раз на служении. Можно попросить вас просто помахать мне рукой, если вы первый раз вот в таком собрании на служении, да? Слава Богу. Я думаю, что здесь больше людей, но хорошо. Я попрошу вас, закройте глаза. Вы знаете, Писание говорит о том, что его община это семья, но в эту семью не входят все автоматически. Однажды Отец на небесах решил свою семью расширить. Он послал на землю своего Сына, который отдал жизнь за нас. Не все люди на земле Божьи дети. Все люди на земле Божьи творения, но не все Божьи дети. Но только те, кто приходят к Богу и говорят, Боже, я прошу Тебя, прости меня. Я прошу Тебя, очисти мою душу от моих грехов, которые отделяют меня и Тебя. Люди, которые приходят, чтобы получить прощение и очищение души, те становятся частью небесной семьи. и я сейчас хочу предложить вам молиться там, где вы есть. Определенные молитвы, это молитва для некоторых людей называется молитва грешника. И для некоторых людей она будет первой, возможно, молитвой в жизни. Я очень попрошу всех, закройте, пожалуйста, глаза. Пусть ваш внутренний взор, ваше сердце будет устремлено к Богу. И можно вас попросить вместе, давайте помолимся, возможно, кто-то из вас впервые в жизни помолится этой молитвой. Мы молимся вслух от сердца. В этом нет ничего стыдного молиться вслух. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, я знаю, что я нуждаюсь в Тебе. Боже, я прошу Тебя, прими меня в свою семью. Я верю, что Ты послал Твоего Сына Ишуа, чтобы он своей жизнью заплатил за мои грехи, забрал мой грех, мою вину, мои преступления. Господь, я прошу Тебя, прости меня за то, как я жил, за то, чем я жил. Господь, я прошу Тебя, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. я хочу быть Твоим детем навсегда. Стань моим отцом. Я принимаю дар вечной жизни, прощения, Божьей любви прямо сейчас. спасибо Тебе, Господь, слава Тебе, Божия. Аминь. Я прошу вас, если вы сегодня помолились впервые этой молитвой, помашите мне рукой. Если вы сегодня помолились впервые этой молитвой, я вижу две руки сейчас, слава Богу. Мы можем помолиться сейчас за вас. Можно вас пригласить сюда. Хорошо, мы помолимся. Если вот девушка есть рядом, выходите, мы помолимся всей общиной за вас. Если кто-то есть сегодня на этом месте, вы впервые молились этой молитвой. Друзья, мы как Божья семья рады приветствовать. Да? Давайте мы поприветствуем. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Девушку зовут Ирина. И как вас? Мария Михайловна. Мария Михайловна. Замечательно. И мы сейчас помолимся за них. Правда? Давайте поднимем наши руки пред Господом. Знак благодарности и любви. Боже, мы благодарим Тебя за Ирину. Мы благодарим Тебя за Марию Михайловну. И мы просим Тебя, пусть жизнь Твоя войдет в их сердце. Пусть Твоя любовь наполняет во имя Ищуа. Господь, спасибо Тебе за то, что милостью Твоей Ты призвал их сегодня. Ты приносишь прощение грехов. оправдание и помилование. Нет другого такого, как Ты. И мы, как семья, благословляем сегодня Ирину и Марию Михайловну. Во имя Ищуа, Господь, пусть Дух Твой работает в их сердце. Тебе наша слава, честь и хвала. Аминь. Аллилуйя. Мы поздравляем вас. Вы знаете, Писание говорит о том, что... Спасибо. Писание говорит о том, что, как вы сегодня слышали, община – это Божья семья. У нас есть один отец на небесах, мы братья и сестры, и это теперь ваша семья. Аллилуйя. Если у вас есть наставники, кто-то, кто общается с людьми, которые сегодня пришли к Богу, было бы хорошо, чтобы вы пообщались с Ириной, чтобы сказали бы несколько слов на путь свет, слушай, я уеду, но все это должно продолжаться, правильно? Да? Слава Богу. Спасибо большое. Проходите, присаживайтесь. Я передаю микрофон Александру. Спасибо большое. Аллилуйя. Я верю, что лицом к лицу с Богом, если человек действительно находится, он не останется прежним. Все люди, которые переживали Бога, переживали близость с Ним, они не могли остаться прежним. Святой Господь, я молюсь о том, чтобы Ты Духом Твоим говорил к нам, когда мы разойдемся по домам, чтобы в каких-то обстоятельствах, в каких-то моментах Боже, Ты снимал с нас вот эту пелену, Господь, чтобы мы взглянули на себя и поняли, что мы уже давно не младенцы, которых надо кормить, чтобы мы оставляли капризы, оставляли какие-то, может, такие вот детское такое поведение, Господь, и росли. Боже, чтобы в 20-летнем возрасте мы не вели себя как дети, во всех отношениях, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты прикасался, Дух Святой, к тем глубинам, которые сокрыты, к тем таким ходам, к таким комнатам, где мы, Боже, какие-то вещи вот там содержим, Господь, и никому не показываем, но Ты знаешь, и мы просим, Дух Святой, прикасайся, говори. И подобно солнцу, которое восходит, пока не будет полдень, Боже, наш путь. Свет, он приходит в нашу жизнь постепенно, и тьма уходит. И в этом отличие детей Божьих от детей темноты. Мы верим, Господь, что Твой свет, он приходит в нашу жизнь каждый день. После каждой проповеди что-то, Боже, изменяется, после каждой встречи с Тобой что-то изменяется, Господь, приходит Твой свет. Я молюсь, благослови каждого человека, кто здесь находится, кто по каким-то причинам заболел или не пришел, или где-то в дороге, Господь, я прошу о том, чтобы Ты говорил Духом Святым, о том, чтобы Твой свет, он высвобождал все больше и больше. Господь, говори с нами о Твоем призвании, с каждым человеком. Боже, не просто спасать всех, не просто мир ради мира, Господь, но о личном призвании, о личном, Господи, то, что Ты имеешь для каждого из нас. И помоги нам, как взрослым, брать ответственность, а не как детям спускать все на других. Помоги нам, как взрослым, наводить порядки в наших комнатах, в наших жизнях, в наших домах, во имя Ишуа Мессии, беря ответственность за то, что мы делаем или не делаем. Мы знаем, что на все есть Твоя благодать. Есть Твоя благодать на победу, есть Твоя благодать на духовный рост, есть Твоя благодать на жизнь из мертвых, Господь. Спасибо Тебе, что Ты выводишь нас от теплоты, Господь, в Твой свет. Спасибо Тебе, что Ты тот, кто меняет нас, что Ты настолько сильно нас любишь, что Ты не позволяешь нам оставаться прежними. Боже, но преображаешь нас, что Ты прикладываешь какие-то усилия к нашему характеру, к нашему образу, чтобы мы отражали Твой образ и Твой характер. Господь, чтобы наши какие-то обиды, они не руководили нами, Боже, или какие-то, Боже, комплексы, или какие-то темные такие пятна нашей жизни, Господь, но Ты преображаешь нас, и мы благословляем Тебя. Отец, во имя Ишуа Мессии, во имя Ишуа Мессии, и я молюсь о том, чтобы благодать была для каждого человека, во имя Ишуа Мессии. Высвобождай Твое благословение, высвобождай Твое исцеление сейчас. на раны каждого человека, Господь, во имя Ишуа, Дух Святой, изливай Твой елей. И я молюсь о том, чтобы, Господь, все те, нужда в физическом исцелении, Боже, чтобы Ты обратил Своё лицо к таким людям сейчас, тем, кто имеет проблемы в теле, те, кто имеет какие-то сложности с кровью, ВИЧ, Господь, те, кто имеет какие-либо опухоли, какие-то кисты, Господь, те, кто имеет какие-то, Боже, проблемы, Господь, с давлениями, с суставами, Господь, с какими-то другими сложностями, Боже, я прошу о том, чтобы сейчас Ты послал, Боже, силу Твою, прикоснулся, возложил руки, Господь, на этих людей и произвел Твоё исцеление, Твоё чудо, Господь. Мы хотим ходить путями Твоими, но мы хотим видеть и чудеса Твои. Мы хотим ходить вместе с Тобой. Боже, и мы верим, что есть сила в молитве согласия. Боже, и мы сейчас соглашаемся, как дети, как община, как те, кто в часть семьи, Господь, мы к Отцу пришли, мы говорим, Боже, исцели, Папа, исцели нас, мы болеем, исцели нас. Папа, наша душа, она тоже нуждается в исцелении от обид, от каких-то горького корня, от каких-то состояний такого вот сварливости, от состояния какого-то непокоя. Боже, мы нуждаемся в этом исцелении, от непрощения, от каких-то, Боже, таких вот вещей, которые держат нас, от лукавства, Господь, во имя Ишуа Мессии. Боже, и мы молимся также о том, чтобы Ты помогал нам побеждать всякий запинающий нас грех, каким бы он ни был, будь это какая-либо злоба, будь, либо какое раздражение, крик, или какие-то, Боже, грехи, Боже, о которых стыдно говорить вслух, Бог, во имя Ишуа Мессии, во имя Ишуа Мессии, мы просим, Боже, помоги нам скинуть эти грехи со своего сердца, отвергнуть эти грехи, Господь, перестать ходить этими путями смерти, Боже, путями темноты, потому что мы постоянно спотыкаемся, это постоянно приносит нам боль и неудобства, Господь, это постоянно приносит поражение, Господь, мы обращаем свое лицо к Тебе, источнику жизни, источнику, который дарует жизнь, источнику, который преображает, во имя Ишуа Мессии. Святой Господь Святой Господь Святой Господь Пред Тобой склоняю я колени свои Тебе я даю всю власть во все свои дни Буду славить Тебя я вечно, ибо Ты мой Господь Только Ты, Ишуа, радость жизни моей Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Пред Тобой склоняю я колени свои Тебе отдаю всю власть во все свои дни Буду славить Тебя я вечно, ибо Ты мой Господь Только Ты, Ишуа, радость жизни моей Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, Святой, Святой Господь Святой, святой, святой Господь. Святой, святой, святой Господь. Святой, 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 святой приходит к своему концу. Но мы продолжаем ходить перед Господом, и наше служение продолжается перед Ним. Поэтому храните себя на этих путях. Да благословит вас Господь и сохранит. Да обратит Господь свое лицо на вас и улыбнется. Да будете вы благословены перед Господом во все дни вашей жизни. Да будете вы детьми Отца Небесного. Да сохранит Он вас от всякого зла. Да прилепится ваше сердце к Нему. Да познайте вы Его, единого Бога, Царя Славы, сильную твердыню Израилеву. Да будете вы благословены во все дни жизни вашей. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Аллилуйя. С миром Божьим, друзья. Аллилуйя.